Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством интересных людей, художников. Жан-Мишель Мором, прозванный младшим. Родился в 1741 году, а умер в 1804 в Париже. Французский рисовальщик, гравер стиля Рококо, самый известный наиболее типичный мастер французской книжной иллюстрации 18 века. Младший брат живописца-пейзажиста Луи Гавриэля Мороз Старшего. Я пользуюсь википедией. Был сыном парикмахера, сначала хотел посвятить себя живописи, но в конце концов выбрал более доходное ремесло рисовальщика и гравера. Стал учеником Луи Жорзефа Ле Лорена и сопровождал учителя Санкт-Петербург в 1758 году, где тот по приглашению Шувалова стал первым директором Императорской академии художеств. Преподавал в академии рисунок, но Луи Дей Лорен умер и Моро вернулся в Париж. Учился гравированию у Жака Филиппа Леба, работавшего по заказам знаменитого банкира, коллекционера и мецената Пьера Кроза. Вначале Моро занимался репродукционной гравюрой, резцом и афортом. В 1785 путешествовал по Италии, затем был принят в Королевскую академию живописи и скульптуры. Из двух тысяч листов графического наследия этого мастера полторы тысячи относятся к книжным иллюстрациям. В 1760-х годах Моро создавал рисунки для гравюры издания графа Д. Д. Келлюса. Рисунки для сборника песни придворного поэта и музыканта Людовика XV Лаборда, сочинений Руссо, собрание сочинений Вольтера, басинг Лафонтена, сочинения Мольера, также оформлял к метаморфозу Моавиде и другим изданиям. Историки искусства считают, что посредственные песни Лаборда обязаны своим успехом именно изящным иллюстрациям Моро. В течение Мольера художник выполнил 33 рисунка. Выполнил сборник больших афортов, представляющих отдельные сцены из жизни придворного общества с небольшими пояснительными текстами. Сборник по примеру Вато можно отнести к жанру галантных сцен. А точность в изображении костюмов и деталей обстановки сделали этот сборник важным иконографическим источником для художников-модельеров, театральных декораторов и историков искусства XVIII века. Этот сборник многократно переиздавался. Для энциклопедии Дидро Моро предоставил граверам рисунки, иллюстрирующие ремесленные процессы. Моро гравировал по картинам Буше, в 1770-м сменил Шарля Николя Кошена-младшего в должности рисовальщика малых королевских праздниц. Моро сдавал оригинальные композиции на тему развлечений Ледовика XV и Мадам Дюбари, а позднее Ледовика XVI и Мари-Антуанетта. По его рисункам работали другие гравюры. В стиле рисунков и гравюр Жанна Мишеля Моро воплотилось изящество и обаяние стиля Рококо. После путешествия в Италии его стиль изменился в сторону неоклассицизма, однако принято считать, что этот период в его творчестве менее удачен. Его рисунки и гравюры стали строже, лаконичнее. Как бы то ни было, Моро остался в истории художником в стиле Рококо. Он продолжает работать в качестве книжного иллюстратора и в годы революции. Был членом масонской ложи девяти сестер. А в 1793-м его назначили членом революционной комиссии по искусству. При реставрации бурбонов в 1814 году Моро сохранил свое положение и даже получил должность рисовальщика короля. Умер в возрасте 73-х лет в 1814 году в Париже. Все, всем пока, всем привет. Немножко мы сегодня познакомились с творчеством Жан Мишель Моро, прозванным младшим. Французский рисовальщик, гравюр стиля Рококо, самый известный и наиболее типичный мастер французской книжной иллюстрации 18 века. Пока-пока, до свидания.